Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Будущие медики Карачаева-Черкесии принимают активное участие в борьбе с COVID-19. Волонтёры-медики трудятся в медучреждениях республики. В своевременной медицинской помощь жителям в ауле Кубина появилась своя машина скорой помощи. Источник радости и вдохновения. Ценители искусства уже скоро увидят обновлённый облик городской достопримечательности после реконструкции. Кататься стало ещё безопаснее. Система защитных ограждений для горнолыжных трасс Дамбая превысила 9 километров. В период пандемии более 300 волонтёров-медиков оказывают населению Карачаева-Черкесии различного рода помощь. Одни работают автоволонтёрами и развозят врачей к ковидным больным. Другие трудятся в госпитале в качестве санитаров и медицинских сестёр. Третий в информационных центрах ежедневно принимает огромное количество звонков по вопросам вирусной инфекции. А в нынешнее довольно непростое для системы здравоохранения время важен посильный труд каждого человека. С некоторыми помощниками встретился наш корреспондент Артур Мхце. Сегодня у Шамиля первый день в качестве автоволонтёра. В обычной жизни он занимается предпринимательской деятельностью. Но когда узнал, что в Карачаево-Черкесии не хватает водителей, готовых развозить бригады врачей к ковидным больным, сразу вызвался помогать. В городской поликлинике таким добровольцам только рады. У кого есть автомобиль, есть какое-то там свободное время, вопрос стоит в том, что именно нехватка автомобилей, как бы врачи есть, вот у меня есть автомобиль, есть свободное время, я решил откликнуться. После того, как Шамиль отметился в службе приёма обращения от населения, ему выдают необходимое для выезда снаряжение. Каждый помощник на вес золота, а потому и отношение к таким людям должно быть соответствующее, бережное. Вы будете возить наших докторов на вызовах, ну я вас обеспечу спецодеждой, для этого вам нужно будет расписаться в ведомости, что вы получили комбинезон, респиратор, чепчик, бахилы, перчатки. Вы это всё оденете, я вам покажу где. Когда приедете, будете снимать, вот в красной зоне у нас, сюда зайдёте, есть у нас вот тут баки, я вам всё расскажу, покажу, где что. Новичку предстоит первый выезд по городу в качестве автоволонтёра. Пока он переодевается, удалось на несколько секунд отвлечь врача дежурной бригады от каждодневной 24 на 7 рутинной работы, когда за сутки приходится обслуживать по 40 адресов. Есть те, которые перестраховываются, температура поднялась, кашель. Они не хотят быть заразными, выходить на работу, они всё-таки социальные. Поэтому вызывают и те, кому плохо, и те, кто просто хочет перестраховаться. В Карачаево-Черкесии в период пандемии врачам помогают более 300 волонтёров. Большинство из них студенты медицинских вуза или колледжа. Кто-то развозит бригады к ковидным больным, другие трудятся в госпиталях с санитарами и медицинскими сёстрами, третьи принимают звонки от населения на горячую линию. Мало ли какая помощь может понадобиться жителям республики. Добрый день, региональный штаб послушает. Чем я могу вам помочь? Назовите, пожалуйста, имя, фамилию. Где вы проживаете? Ваш номер телефона. Вам привезти нужно будет лекарство. В течение дня приедет к вам волонтёр. Мы должны помогать пожилым людям, ведь у них нет возможности у некоторых выходить из дома, себя обслужить, поэтому мы им помогаем. Или также есть люди, которые болеют, и у них подвергается риску, выходя из дома. Мы волонтёры медицинского учреждения. Мы занимаемся тем, что покупаем продукты пожилым людям. Опять же, мы можем коммуналку заплатить им, опять же, лекарства всякие привезти, так как пожилые люди боятся выходить из домов. Нынешняя непростая из-за коронавируса обстановка в республике для этих молодых людей своего рода проверка. Проверка их теоретических знаний и практических навыков, их человечности, да и подобного рода опыт в будущем им наверняка пригодится, чтобы лучше разбираться в любых, даже самых сложных жизненных ситуациях. Артур Мхц, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 402 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 38 179 человек, из них 32 252 выздоровели, 520 человек госпитализированы. В Ауликубейно-Абазинского района по поручению главы республики Рашида Тимрезова появилась своя машина скорой помощи. Теперь для оказания своевременной медицинской помощи жителям мобильному авто понадобятся считанные минуты. Подробности в материале Хальбина Курачинова-Кенживай. В период пандемии особое внимание уделяют выездным услугам населению. То есть собрать анализы или выполнить электрокардиографию на дому не станет вопросом. В конце прошлого года амбулатория Аула Кубина получила автомобиль скорой помощи. Теперь и медикам, и пациентам стало намного легче. Наша работа намного облегчилась в плане того, что мы можем каждый день выезжать к больным по необходимости, обслуживать вызова на дом, немобильным больным, пациентам, которые старше 65 лет. И, соответственно, облегчилась работа в том плане, что наша лаборантка может выезжать в любое время брать анализы крови, мочи, биохимический анализ крови. Заведующая амбулатория Изарема Лиева всегда на связи с пациентами и дистанционно консультирует больных, кто уже побывал на приеме и продолжает лечение дома. Она рассказала также о ситуации с вирусом среди населения в Кубине. Сейчас в стране количество больных растет у нас в ауле. Но, к счастью, как и ранее было сказано, этот штамм ковида протекает легче намного. В основном амбулаторные больные у нас, госпитализированных на данный момент у нас по аулу только 4 человека. А так в основном получают лечение все на домах. Жители аула очень рады такому событию. Ведь раньше приходилось ждать карету скорой помощи из соседнего Усть-Джигутинского района. А сейчас у кубинцев есть возможность получать медицинскую помощь моментально. Альбина Курочинова, Кенжи Ванжела Джебекова, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Кубина. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2-7 в горах до 13 градусов мороза, а днем до 8 выше нуля, местами минус 4 плюс 1. Ночью и утром на дорогах гололедица. Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2-4, днем 5-7 градусов выше нуля. Ночью на дорогах гололедица. Впервые в Черкесске. Выставка страны обезьян и пушистиков. Мартышки и громки. Карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького 8. Девчонки, шубы из норки со скидками до 50% от снежки приехали в Черкесск только с 9 по 13 февраля. Ждем вас в Центре развития предпринимательства. Для вас рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. В начале текущего года начался капитальный ремонт здания, с которым связаны приятные воспоминания многих жителей из столицы Карачао-Черкесии. Десятилетиями в стенах филармонии проходили праздничные концерты, спектакли, представления иллюзионистов и многое другое. Строители и дизайнеры обещают, что уже в апреле у ценителей искусства будет возможность оценить обновленный облик городской достопримечательности. За ремонтными работами наблюдал корреспондент Артур Мхце. По некоторым данным, это здание старше, чем Карачао-Черкесия. По крайней мере, часть внутренних коммуникаций зрительного зала появилась здесь еще в начале прошлого века. Но так как все имеет свойство ветшать даже при надлежащем обслуживании, нынешнее капитальное обновление не просто напрашивалось, оно требовалось давно. И как только такая возможность у руководства государственной филармонии появилась, дизайнеры и строители приступили к преображению. И наиболее сложная история, которая была здесь для нашей компании, это сделать механику сцены, которая с 1904 года не менялась. Еще были деревянные направляющие, это было запрещено по нынешним нормам, но наша компания, не увеличив нагрузку на здания, поменяла на металлические, на новейшие системы, которые будут запущены в апреле месяце. Как говорит представитель дизайнерской компании, главное для подрядчика увязать дизайн общего ремонта и технологию сцены. Приходя в театр, далеко не каждый зритель придает большое значение тому, на какое именно кресло он садится, с помощью чего приводится в действие занавес. Люди хотят получить удовольствие от представления и некоторых его составляющих, освещения, акустики, всему этому во время капитального ремонта придается огромное значение. Еще одним существенным дизайнерским решением видится система LED-экранов. При подготовке к праздничным мероприятиям теперь не придется дополнительно рисовать задники, к примеру, на Новый год или 8 марта. Все будет выведено на экран с помощью компьютера. Впрочем, знающие и прежнее убранство филармонии вряд ли ощутят после ремонта сильно большую разницу. Разве что лепнина и стены приобретут новизну и свежесть. Уверен в том, что этот ремонт, который мы сейчас делаем, даст возможность сегодня сохранить все, что сегодня имеется в этом здании. Это и исторические вот эти рисунки, это и акустическая форма концертного зала. Все это будет сохранено. Разумеется, не останется без ремонта и фасад здания. В последние годы на его облик было грустно смотреть. Настолько быстро некогда гордость Черкеска приходила в непрезентабельный вид. Но, похоже, беспокойство за дальнейшую судьбу филармонии можно оставить в прошлом. Планируется, что уже в апреле у ценителей искусства, жителей и гостей региональной столицы будет возможность лично оценить качество и оригинальность дизайнерских решений. Артур Мыхце, Алий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Новый магазин меховых изделий «Пиковая дама» способен удивить богатством ассортимента и доступными ценами. В каталоге огромный выбор элегантных и изысканных шуб и полушубков различного фасона, длины и цвета. Их можно приобрести в рассрочку или обменять старую шубу на новую. Подробности расскажет Мураджан Кёзов. На выставке представлена новая коллекция меховых изделий на все вкусы для всех возрастов. Уважаемые жители города Черкеска, мы рады приветствовать вас на нашей выставке петенгорских шуб «Пиковая дама». На нашей выставке представлены изделия из меха мутона, астронгана, лисы, норки, чернобурки и стриженной нутрии. В сезон скидок и специальных предложений позволить себе стать обладателем изысканных изделий самого разного меха могут все жительницы и гости республиканской столицы. Здесь можно оформить товар в кредит, а консультанты помогут подобрать, пожалуй, самый важный предмет женского гардероба по последней моде. Мы оформляем данный товар, здесь идут шубы в рассрочку, в кредит, сроки разные, поэтому все будет зависеть от желания клиента, как будет удобно, как выгодно. Рассрочка предоставляется до трех лет, а размерный ряд изделий от 38-го до 72-го. В пиковой даме действует еще одна акция «Меняем старую шубу на новую». Выставка работает до 13 февраля каждый день с 10 до 19 часов по адресу Черкес, Октябрьская, 138, кафе «Ривьера». Система защитных ограждений для горнолыжных трасс Дамбая составила 9275 метров, что превышает треть всей протяженности горнолыжных трасс курорта. Все опасные участки и экстремальные спуски в зонах катания курорта ограждены заградительной сеткой в целях предотвращения вылета катающихся во время прохождения трассы за ее пределы. Работа проводится администрацией поселка в рамках комплекса мероприятий по подготовке безопасности катания. Отметим, что в Дамбай установлены плетеные узловые сетки из полиэтилена – единственного типа сеток, рекомендованного Международной Федерацией Лыжного Спорта. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова